По данным агентства статистики, в первой половине года в Узбекистане крупными предприятиями произведено свыше 20 тысяч тонн медной проволоки, что без малого на 38% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Заметим, что только в июне 2023 года объем производства медной проволоки составил почти 6,5 тысяч тонн. Тему продолжит наш корреспондент. Судя по аналитическим данным, до 2030 года спрос на медь увеличится на 40%. Почти 60% получаемого из рудников цветного металла до недавнего времени экспортировалось в качестве сырья. Теперь же рассматривается доставка закупщикам меди в виде готовой продукции, что в конечном итоге повысит ее стоимость. С января по июнь текущего года крупными предприятиями произведено свыше 20 тысяч тонн цветного металла. Благодаря направлениям, которым глава государства уделяет особое внимание, объемы производства меди существенно повысились. Также расширился ассортимент продукции, изготавливаемые из данного вида металла. Если раньше проволока и трубы из меди импортировались, то сегодня в этом нет необходимости. Создание кластера по производству меди по инициативе президента можно назвать большим шагом в этом направлении. Так себе стоимость продукции возрастает до 10 раз. Данное столичное предприятие тоже из числа экспортеров меди. 90% переработанного металла отправляется за рубеж. Алмалыкский горно-металлургический комбинат входит в тридцатку самых крупных предприятий по добыче и производству меди. Объемы производства составляют более 148,5 тысяч тонн. В рамках концепции развития комбината до 2030 года запланировано строительство три GS-завода по обогащению меди. Также рассматривается проект четвертого и пятого заводов. Запуск заводов на первом этапе позволит увеличить объемы производства до 300 тысяч тонн медных катетов. На втором этапе до 4 тысяч тонн. На третьем до 500 тысяч тонн. При производстве продукции и достижении хороших результатов важен вопрос сырье. Лидер по добыче меди. Алмалыкский горно-металлургический комбинат реализует 18 видов экспортной высоколиквидной продукции, среди которых медь – основной материал. Предприятие производит более 148 тысяч тонн меди в год, что составляет около 70% его общей мощности. Сырье поступает из Алмалыкского горного металлургического комбината в виде катета. В печи мы его плавим, после чего придаем форму по запросу заказчика. Продукция рассчитана на экспорт. Основные импортеры – Россия, Турция, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан. Сейчас обговариваем поставку на европейские рынки. Поступают предложения из Польши, Бельгии. До 2025 года планируем увеличить объемы производства до 30 тысяч тонн меди в год. Сегодня Узбекистан становится мировым лидером не только по добыче, но и по переработке меди. Доходы от данного цветного металла превысили 2,5 миллиарда долларов. Конечно, это показатели важны для развития промышленности и экономического потенциала нашей страны.